И вот тогда встанет вопрос и о мирном договоре с Украиной, и о разоружении, и о том, что Украине нужно выплачивать контрибуции. Я понимаю, что это может произойти через 10 лет, или через 15 лет, или даже через 20 лет. И что к тому времени Украине, западные страны помогут восстановить и разрушенные дома, и разрушенную экономику. И в принципе, может быть, даже через 20 лет Украине эти деньги не очень сильно понадобятся. Потому что, дай бог, что помимо того, чтобы победить в войне, ведь нужно же еще решить задачи, которые стояли перед украинской властью по реформированию экономики, по реформированию судов, по борьбе с коррупцией. Домашние задания надо выполнить, чтобы экономика росла. И может быть, через 20 лет украинская экономика, она уже там будет расти со скоростью 7% годовых, и эти 300 миллиардов долларов, которые мы сегодня обсуждаем, они вообще уже будут не очень большой суммой. И даже если там этот товарищ, который будет стоять во главе России, согласится их отдать, ну эти деньги ничего не изменят в судьбе Украины через 15 или 20 лет. Ну будут лежать резервами какими-то. Может быть, там постепенно Украина использует эти деньги для персональных выплат гражданам своим. Может быть, вложит деньги в свой пенсионный фонд. Не знаю. Но через 20 лет цена этих денег будет совершенно другой. И дай бог, чтобы Украине они были не так вот... Вот сейчас Украине, если предположить, что война закончилась прямо сегодня, вот эти 300 миллиардов кровь из носу. Но я готов поспорить о чем угодно. Что Путин этих денег не даст. И поэтому ответственность России как государства, она останется. И ответственность России будет тем или иным образом сформулирована в цифрах. И то, что сегодня там Ходорковский, правильно говорить, акционер Юкоса, имея на руках решение суда на 50 миллиардов, не могут получить этого от государства. Там, во-первых, судебные процессы, насколько я понимаю, еще не закончились. А во-вторых, это тоже ждет своей очереди. Это ждет того момента, когда Россия захочет вернуться к нормальному образу жизни. А это обязательно произойдет. Но просто это произойдет не 11 сентября этого года. 11 сентября не очень хорошая дата. И не 15 сентября 2023 года. А через какое-то время после того, как Путин уйдет от власти. Но это обязательно случится. И вот тогда мы будем говорить о том, всегда ли торжествует право сильного. В силе правда. Или сила в правде. Вот тогда нужно будет подводить и баланс. И смотреть, кто выиграл, а кто проиграл. Смотрите, без пруденции закон во всем мире строился в свое время на отчасти насилие. То есть людей сажали в тюрьму, ограничивали их передвижение и так далее. Потому что есть такие моменты, да, и есть такие люди. А, видимо, есть и такие государства, которым нужно проявить именно такие вещи. Я не элегантно уходила, вернее, как вы говорите, передернула карту, подменила одну тему другой. А я хотела сказать просто, что эти две темы связаны. Все равно существует, как в математике, закон пересекающихся множество. Вот точно так же и существует в этих двух темах общее некое множество. Всегда есть вот пример с Сафроновым. Вот всем все жалеют, что он получил 22 года. И это действительно большой срок. Но ведь когда ты поддерживаешь какую-то систему, когда ты становишься ее членом, когда ты говоришь, что когда вводят войска твоей страны на чужую территорию, как вводили в Крым в 2014 году, а ты шутишь, типа, они, как это там, он сказал, вторгались за родину, то ты должен понимать, что за тобой тоже придут, если ты не идиот. А Сафронов, видимо, не идиот все-таки, журналистом работал, из интеллигентной семьи хорошей. Он прекрасно понимал, с какой системой он имеет дело. Но он думал, что... Наталья, у меня к вам предложение. Начните с того, что конфискуете имущество Сафронова. Ну, он же тоже сторонник путинского режима. Ну, добавьте ему. Ну, что там, 22 года в тюрьме, он все равно защищаться не сможет. Он такой же, как Фридман. Он такой же, как Пупкин. Он тоже несет ответственность. И я несу ответственность. Ну, начните с Сафронова. Что вы мучаетесь? Ну, что вы мучаетесь? Что вы сейчас мне пытаетесь доказать? Законы существуют на территории конкретно взятой страны. И законы Соединенных Штатов Америки, или законы Украины, не работают на территории России. И наоборот. И законы права силы, право государства на насилие существуют в рамках вполне определенных границ. Все, что касается международного права, международных отношений, построено на системе соглашений. Когда страны добровольно берут на себя какие-то ограничения и добровольно о чем-то договариваются. Путин от имени России нарушил десяток, может быть, больше международных соглашений и договоров, под которыми стоит в том числе его подпись. И это хорошо известно. И это хорошо понятно. Но в международных отношениях нет никакой системы наказания государства. И это или добровольное согласие, это или военное поражение под названием безоговорочная капитуляция, как было с гитлеровской Германией. Или эта тема зависает в воздухе и висит неизвестно сколько. Поэтому давайте все-таки не путать. Закон это на территории государства. Все, что касается отношений между государствами, это на основе договоров и соглашений. Есть ответственность конкретного человека и ее всегда должен доказать суд. А есть ответственность государства. И, как говорится, государство не отвечает по обязательствам гражданина, а гражданин не отвечает по обязательствам государства. И вот давайте эти темы разделять. А если хотите смешать, начните с Сафронова. Очень хороший случай. Очень, вот знаете, яркий такой. Сафронов от Фридмана такой же паспорт. Точно такой же паспорт. И точно такая же ответственность моральная за действие российской армии. Я знаю, что вы были участником форума «Свободная Россия» в Вильнюсе, и там достаточно были интересные дискуссионные панели, я за ними следила, в которых вы участвовали и Альфред Кох, и Чич Варкин, и Константин Сунин, и многие другие люди. Ну и Заочина Ходорковский, по-моему, тоже включался. И обсуждали вместе плюсы и минусы мобилизационной экономики для России и для Украины, насколько я понимаю, тоже. Давайте попробуем примерить, возможно ли сегодня в короткие сроки создать мобилизационную экономику Украины и как это сделать. Ну, смотрите, мне на эту тему очень тяжело рассуждать, потому что, несмотря на то, что я очень много времени провел в Украине и очень тесно сотрудничал с различными государственными структурами, я никогда не занимался темами военно-промышленного комплекса Украины. Я никогда не касался всего, что касается армии, обороны, военных расходов. Вот по принципиальным соображениям я всегда говорил, что, знаете, это... Ну, меня просили уходить, Илья говорил, знаете, я не буду участвовать в этой дискуссии, потому что, ну, сами понимаете, не хочу вас... Ну, есть мировые примеры некие, да, насколько... Наталья, не бывает мобилизационной экономики вообще. Вот не бывает ее просто так. Мобилизационная экономика означает следующее, что государство создает некие механизмы перераспределения ресурсов, финансовых, материальных, для того, чтобы решать три задачи. Первое. Накормить население. Второе. Накормить армию. Третье. Произвести оружие для армии. Вот, насколько я понимаю, сегодня в Украине при всех тяжестях войны первая задача накормить население, она решается нормально функционирующей экономикой. И чем меньше государство будет протягивать туда свои руки, тем будет лучше. Вот пока, слава богу, оставшаяся часть украинской экономики, которая не разрушена войной, у которой российские солдаты не украли зерна на 20 миллионов долларов, вот эта часть украинской экономики, она нормально работает, и слава богу. Да, и вот в этой части мобилизация, мобилизационная экономика Украине не нужна. Что касается снабжения армии, то мне кажется, что эта задача тоже сейчас решается, частично организационно силами украинского государства, финансово это решается с помощью западных стран, которые выделяют Украине деньги для финансирования бюджетных расходов. Поэтому вот эти две части, ну вот, соответственно, с мобилизационной экономикой лучше не вставать. Третья часть касается производства вооружений. Ну, здесь я честно скажу, да, что я не знаю, какие оборонные заводы есть на территории Украины, что они могут производить, сколько они чего производят, какие им нужны материалы комплектующие. Я считаю, что там в Укроборонпроме есть достаточное количество квалифицированных людей, да, которые этой задачей могут заниматься. Исходя из того, что мы видим на поверхности с вами, да, что никаких особых решений, вот каких-то законов, директив, да, в открытом виде не появляется, не видно каких-то особых там ограничений, ну, условно говоря, на экспорт материалов, да, там, металлов, там, еще каких-то технологических вещей. Вот как-то украинская оборонная промышленность, если она вообще еще функционирует, да, опять, что же я не знаю, вот я честно говорю, есть вещи, которых я не знаю, да, соответственно, если никаких ограничений на оставшуюся часть экономики офис президента или правительство не налагает, значит, я исхожу из того, что они считают, что функционирование оборонных предприятий Украины идет нормально и никаких чрезвычайных мер не требуется. Правильно это или неправильно, я не могу судить, потому что, чтобы об этом говорить, нужно понимать, опять, повторюсь, какие есть оборонные предприятия, что они могут производить, могут ли они нарастить свои мощности, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это слишком профессиональный разговор, чтобы его вот так вот со мной вести, я точно к нему не готов. Насколько построена мобилизационная экономика, которая говорит Путин в России, с вашей точки зрения, есть ли там, я не знаю, там, я не говорю, там, увезлили заводы на Урал, в этом нет необходимости, но насколько он перестраивает внутри в связи с санкциями, в связи с еще какими-то вещами, да, которые касаются этого вообще в принципе российскую экономику? Вот как раз я на эту тему говорил на конгрессе в Вильнюсе, и здесь у нас вышли там разногласия, ну, как, не то что разногласия, а там мы как бы заняли немножко разные позиции с Альфредом Кохом. Он обсуждал о том, что вот мобилизационная экономика для России, это как во время Великой Отечественной войны, да, когда все для фронта, все для победы, строительство новых заводов, там, ну, и вот, там, перераспределение всех ресурсов во имя войны. Он доказывал, что вот та мобилизационная экономика, про которую мы так много очень слышали, что она в Советском Союзе не очень хорошо работала. Но я к этому только добавлю одно, что во время Великой Отечественной войны там истребители, особенно там какой-нибудь 41-42 год, они делались там из фанеры и, в общем, тканевым перекрытием, да, и истребители можно было сделать там, условно говоря, за три дня собрать. Сейчас понятно, что это не работает, да, и сейчас требования к заводам совершенно другие, там, построить завод для производства истребителей, даже если у вас есть что производить, даже если у вас есть, там, своя разработка истребителя, вы завод будете строить три года или там два с половиной года, то есть это все так не получится. Но у меня другой подход к мобилизационной экономике, к понятию мобилизационной экономики России и Путин. Я считаю, что Путин где-то на рубеже, там, 2012-2016 годов перешел к мобилизационной экономике в том плане, что он для себя решил, что все надежды на экономический рост в России могут быть связаны только с правильной политикой государства, только с теми инвестициями, которые будет делать государство. И вот с этого времени началась централизация финансовых ресурсов в руках бюджета в разных формах, через повышение налогов, через повышение пенсионного возраста и создание различных механизмов для их инвестирования. Я там даже не слежу за всей этой хренью, но там есть фонд развития промышленности, есть специальные инвестиционные контракты, есть особые экономические зоны и еще чего-чего-чего только он не выдумал. Есть всякие там совещания при вице-премьере Белоусовой, которые обсуждают конкретные инвестиционные проекты, частное государственное партнерство и прочее. То есть вот в этой части Путин создал мобилизационную экономику для того, чтобы главным и чуть ли не единственным инвестором в российской экономике выступало государство, которое собирает деньги с экономики. И вот в этом плане мобилизационная экономика она построена, потому что все деньги идут ради выполнения задачи Путина, но не воевать с Украиной. Потому что я думаю, что за полгода, которые прошли, при всем желании в российской экономике мало что можно было изменить для того, чтобы она производила больше вооружений, например. Ну можно там денег больше дать, ну можно там, чтобы рабочие выходили не в две, а в три смены. Ну в общем это как-то вот построить новый завод за полгода было точно невозможно. Продолжение следует...